Галя, ну а если за неделю себе никого не найду, можно я приду борща поесть? Никакого борща валя отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели. Галя, ну а если за две недели себе никого не найду, можно я приду и ты мне носки, рубашки постираешь? Какие нафиг носки, рубашки? Валя отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели. Галя, ну а если я за месяц себе никого не найду, можно я приду? Ну это самое. Ну, если за месяц и никого, ну, тогда приходи. Но только сзади, только сзади, чтобы глаза мои тебя не видели. Приехали как-то сын с папой на рыбалку. Расположились, наслюнявили червячков, закинули удочки, сидят, ждут. Проходит какое-то время, и у сына начинает клевать. Он вытаскивает удочку, а там лещ. Сын в восхищении. Папа, папа, посмотри, это мой самый большой лещ, смотри. Ага, молодец, сынок, потрепал по загривку сына отец. Дальше сидят, и сын говорит. Папа, а ты когда словил своего самого большого леща? Отец задумался и говорит. Когда отпустил сцепление на папиных жигулях? Однажды пошли отец с сыном в зоопарк, стоят у клетки с львами. Там был лев с шикарной рыжей гривой, и вокруг него толпились львицы. И был еще один молоденький лев, почти без гривы. И он был явно обделен женским вниманием. Сынок спрашивает отца. Почему все львицы достались там у льву с гривой, а у этого без гривы никого нет? Ну, понимаешь, сынок, начал мямлить отец. Чем пышнее шевелюра у самцов, тем больше они привлекают самок. Странно, задумчиво произнес мальчуган. Что странного? Не понял отец. А сын говорит. Да вот у тебя волос на голове много, а мамка все равно бегает к нашему лысому соседу. Субтитры сделал DimaTorzok